Добрый день. Ну, очередное сообщение на тему употребления психоактивных веществ исключительно в позитивных целях. Зачитаю его целиком. Я учусь на 4-м курсе медицинского университета. В 11-м классе после прочтения книги «Азбука домашнего терроризма» я купил препарат «Баклассан», после первого приема ощутил неистовую эйфорию, после чего стал принимать его почти регулярно, но уже не для кайфа, а для учебы. Я состою в СНОП, студенческое научное общество, по психиатрии и понимаю, что наркотики ухудшают социальную адаптацию человека, снижают интеллект и негативно влияют на здоровье. Но «Баклассан» у меня увеличивает потребность в общении, улучшает обучаемость. Я думаю, что за счет гамб-рецепторов тяжелых последствий на здоровье я тоже не ощущаю. Я принимаю терапевтические дозы, до 75 мг, делаю прерывы в 2-5 дней после каждого приема. Вопрос чисто теоретический, не касательно моей ситуации. Возможно ли, что подобные действия обусловлены эндогенной депрессией, я самостоятельно подобрал себе лечение? Какие последствия возможны в моем случае, принимая уже 5 лет? Я уже слышал, что вы говорили, что без наркотиков люди добиваются тех же результатов и даже лучше, но у меня проблемы социализации, повышенная тревожность, тяжело общаться с людьми, я очень мнительный. Возможно, тревожность есть у всех людей и я ее просто не преодолеваю. Но ведь с препаратами все так просто. Я пишу статьи, участвую в различных конференциях и просто не могу себя заставить что-либо делать без допинга. Нет ни желания, ни креатива. А когда я попробовал выступить перед аудиторией без баклосана, то сразу офигел от того, как дрожит голос, я стал неуверенным, стали путаться мысли, хотя под баклосаном я такие телеги задвигаю и ощущаю лютую самоуверенность. Многие продвинутые ученые принимают риталин и микродозин птилоцибиновых грибов, что я тоже делаю. Могу сказать, что действительно без них добиться каких-то заметных результатов удается только гениям от природы, у которых маниакальный синдром с охранной критикой. Но у меня его нет. Чтобы вы сделали, будь вы на моем месте. Много раз говорили на эту тему, как принимать, что принимать, можно ли принимать, какие последствия от того, что принимать и так далее и тому подобное. Ну, собственно говоря, последствия вашего, так скажем, биохатинга в плане приема баклосана, они, в общем-то, уже вполне очевидны. Когда вы попробовали выступить перед аудиторией не под колесами, используя жаргон, извините. Соответственно, вы получили то состояние, которое у вас будет, как только вы будете вынуждены от него отказаться. А когда-то это произойдет. Ну, то, что вы принимаете терапевтические дозы, то, что вы делаете перерывы, конечно, отодвигает этот момент. Но сказать, что он из-за этого не наступит никогда, было бы излишне оптимистично. Вопрос просто, насколько вы его отодвинете. Но, тем не менее, вопрос решать придется. То есть, в какой-то момент, так или иначе, наступит та ситуация, когда либо придется существенно повышать дозу и учащать прием препарата, либо ваше состояние будет ухудшаться. Ну, причем ухудшаться, конечно, уже гораздо ниже, хуже. Состояние будет хуже, а уровень вашей активности и продуктивности гораздо ниже, соответственно, чем то, к чему вы уже сейчас привыкли. Даже, собственно, если посмотреть на вашу терминологию относительно лютой самоуверенности и сдвигания телег, в общем-то, уже видно, что вы не очень выдерживаете стиль письма, в котором вы начали писать. Вот, поэтому, ну, плюс еще микродозинг, это, конечно, исключительно полезно и здорово. И все великие ученые только и делают, что задвигаются различными психоактивными веществами, иначе они бы вообще ничего не изобрели, не придумали и не сделали. Ну, про то, что это тоже, мягко говоря, не соответствует действительности, я говорил, поэтому повторяться особого смысла не вижу. Что бы я сделал, будь на вашем месте? Ну, на вашем месте я попытался бы все-таки, если уж у вас для каких-то прямо таких сверхважных жизненных выступлений необходим прием баклосана, чтобы вы могли выступить при публике или еще что-то, оставить его только для этих целей, а в остальном я бы попытался все-таки как-то научиться функционировать без психоактивных веществ. Что лично я бы сделал на вашем месте. По поводу того, что все ученые, ну, я уже сказал, это далеко не так, поэтому, в общем-то, дискутировать эту тему, честно говоря, мне уже несколько надоело, потому что, как правило, люди, ратующие за то, что колеса делают жизнь счастливой, ну, соответственно, чудесный каннабис делает жизнь счастливой, мухоморы делают жизнь счастливой, или еще там что-нибудь делает жизнь счастливой, как правило, не склонны слышать вообще хоть что бы то ни было. Так что смотрите, на мой взгляд, у вас сейчас есть время для того, чтобы как-то все-таки научиться функционировать и без этого, ну, либо со временем получить все проблемы системной зависимости. Выбор за вами. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net, на нашем канале, на портале YouTube. Всего вам хорошего. До свидания.